Сотрудники полиции Алматинской области начали штрафовать водителей за отсутствие автокресел и детских ремней. Хорошими делами прославиться можно и даже получить государственную награду, как житель Алакольского района Кайрат-Бекижанов. И еще о налогах. За несвоевременную плату налогов на имущество этого самого имущества можно лишиться. Проблема дефицита электроэнергии в Казахстане решается поэтапно. Со стороны правительства принимаются конкретные меры. К примеру, до 2017 года в Алматинской области будет построено 23 гидроэлектростанции. Вместе с ним в регионе уже реализуются крупные проекты, в рамках которых построена Муйнакская ГЭС, ведется строительство Балхашской ТЭС. Строительство Балхашской теплоэлектростанции, которая находится в селе Уилькен Жамбулского района, началось в 2011 году. Инвестиционная стоимость объекта – 3,8 миллиарда американских долларов. Мощность теплоэлектростанции – 1320 мегабайт в час. Крупные проекты инвестируются Национальным фондом «Саморох Казна» и компанией «Кепко» Южной Кореи. Под объект отведено 550 гектаров земли. Сейчас ведутся подготовительные работы. Проложено 17 километров водопроводной сети. Прокладываются канализационные трубы. Также строится железная дорога. В строительстве ТЭС привлечены жители нашего села. Но с началом работы станции планируется создание около 5000 рабочих мест. В 2018 году в этом селе начнется строительство атомной электростанции. Меры безопасности уже принимаются. По словам геологов, залогом в этом деле может выступить подземные запасы Борита. В Мынкумском месторождении есть 13 миллионов тонн запаса тяжелого минерала. Ежегодно добывается 300 тонн Борита. Везде добыча нефти и газа. Вот он там применяется в качестве утяжелителя для буровых растворов. Он уравновешивает давление в нефтяных пластах, газовых пластах. И наш Борит уникален тем, что он чистый, без всяких тяжелых примесей. Сейчас в селе Улькен проживают более 2000 человек. Населенный пункт находится на берегу озера Балхаш. Поэтому регион привлекателен для отдыхающих. От иностранных туристов, желающих порыбачить, не бывает отбоя даже зимой. Для таких здесь созданы условия. Построены необходимые объекты для отдыха. Запуска теплоэнергостанции улькеновцы ждут с нетерпением, поскольку вместе с ней улучшится и социальное положение села. Многие вернутся в родные края, уверяют о ней. Гульназ Мустафа, Алмаз Садуакасов, Аманжол Жункешев, телеканал ЖТСУ, Жамбулский район. И снова устрая полемика вокруг автокресел. С этого месяца полицейские области начнут штрафовать всех водителей, перевозящих детей без специальных удерживающих средств. Сегодня об этом стражи порядка заявили в ходе организованной совместно с партией НОРОТА на акции «Стоп преступлений». Направлена она на разъяснение новых правил дорожного движения, которые действуют уже второй месяц. Но казахстанцы до сих пор не могут вникнуть в суть некоторых законодательных актов. Вы нарушаете правила на Ассоциации безопасности дорожного движения. Я смотрю, ты правила не нарушаете? Я нет, не нарушаю. Эти кадры Артен Шаков запечатлел случайно. Президент Ассоциации безопасности дорожного движения показывает это видео при каждом удобном случае. Именно такая излишняя самоуверенность и приводит к трагическим ситуациям на дорогах. Так только за прошлый год в Алматинской области, констатируют полицейские, было совершено 88 ДТП с участием детей пассажиров, в которых шестеро погибли. Статистика не была бы столь печальной, если бы в салонах у водителей были специальные детские удерживающие устройства. Однако дальше мириться с нарушением правил перевозки пассажиров стражи дорог не намерены. Водители без автокресел или спецремней будут привлекать к ответственности. Во всех регионах Казахстана за данный вид нарушения вы уже были привлечены к административной ответственности ряд водителей. В Алматинской области до сегодняшнего дня проводилась разъяснительная работа среди населения, также среди водителей. Но с февраля месяца к водителям, не имеющим детские удерживающие устройства, будут приниматься более жесткие меры административного воздействия. Чтобы обеспечить страну автокреслами, Казахстану необходимо потратить 15 миллиардов тенге. Жителям Алматинской области – 3 миллиарда. Однако расчеты эти произведены от примерной стоимости автокресел в 10 тысяч тенге. На деле же совсем другая ситуация, пояснили организаторам акции горожане. Нерадивые перекупщики продают их, накручивая цену, в три раза. А таксисты отказываются брать пассажиров с детьми. Вопросов было задано десятки. Помочь в их разрешении обещали нуратановцы. По остановлению цен, по перевозке детей на междугородных транспортах, по перевозке детей в городских транспортах, есть много нерешенных вопросов. Поэтому вместе с Ассоциацией по безопасности движения, вместе с ДВД и другими соответственными органами будем решать эти вопросы. На сегодняшнем мероприятии мы официально запротоколировали и, соответственно, протокол отошли всем организациям, которым надо. Острая полемика завершилась на приятной нотке. Многодетным семьям организаторы акции в качестве подспорья подарили по одному автокреслу. Призывают нуратановцы-бизнесменов как можно больше проводить такие благотворительные акции. Лаура Байбачанова, Жаслан Шенкеджи, Телеканал ЖТСУ. Четвероклассница из Текили заняла второе место по итогам республиканского научно-исследовательского конкурса. Юная изобретательница соорудила ореометр. Это прибор для измерения плотности жидкости, принцип работы которого основан на законе Архимеда. Разработка ученицы уникальна тем, что создала прибор из подручных материалов. Чтобы сделать ореометр в домашних условиях, я взяла медицинский одноразовый шприц. Место для иконки срезала и запаяла при помощи спичек. Нижний конец шприца поместила трех. Пронесла метки на расстоянии 5 мм друг от друга. Десятилетняя Марха Абдурзакова учится в четвертом классе средней школы номер 2 города Текили. И хотя предмета физики в учебной программе еще нет, девочка со второго класса участвует в различных городских и областных научно-исследовательских конкурсах. На недавно прошедшем республиканском конкурсе Марха заняла второе место. Я часто смотрю передачи по телевизору. Я увидела передачу, как корабль с нефтью переплавляет через море. Он перевернулся, и нефть вылилась из корабля. И она осталась на поверхности воды. Мне стало интересно, почему она не смешалась с водой. И еще я знала, что это очень грозит животным и рыбам, птицам. Марина Калейникова руководит проектом девочки уже три года. По ее словам, чтобы измерить плотность жидкости в домашних условиях, они изучили многие учебники по физике и пришли к выводу, что такой прибор можно сделать самим с помощью обычного медицинского шприца. Обращались к многим источникам, ну вот как мы бы могли измерить плотность жидкости, вот именно как в домашних условиях создать такой прибор. Обратились с вопросом к учителю физики. Он нам подсказал, что есть такой прибор, и он называется ариометр. Как он выглядит, мы можем посмотреть либо в учебниках физики, либо в интернете. Мы посмотрели и решили, что мы можем сделать такой прибор сами. Планы у преподавателей школы довольно многообещающие. В будущем они намерены сотрудничать с вузами, чтобы одаренные школьники могли работать вместе со студентами и участвовать в научных проектах. Наша школа считается малокомплектной. У нас, несмотря на это, мы участвуем во всех конкурсах. Это доказательством вы видите. Наша ученица Абдурзакова Марха заняла второе место в республике. И в дальнейшем, я думаю, будут такие достижения. Мы на этом не будем останавливаться. И у нас в будущем мы планируем совместно с ЖИГЛУ проводить такие проекты. В свободное от учебы время Марха любит рисовать и читать. Говорит, что усердно занимается, потому что самое главное – ее мечта в будущем – стать врачом и помогать людям. Жбек Турганбекова, Сыхат Хасейн, телеканал ЖИЦУ, Текили. Жители поселка Достык Кайрата-Бекижанова еще в конце прошлого года наградили медалью «Ерлигушин» за спасение замерзающих людей на трассе. Освобождать путников из снежного плена ему приходится регулярно. Зима в Алакольском районе суровая, а дорогу постоянно заметает. Наша съемочная группа дождалась, пока сугробы растают, и съездила в гости к герою. Поселок Достык славится своими суровыми климатическими условиями. Если летом здесь царит невыносимая жара, то зимой здесь царит настоящий ледяной плен. Не каждый рискнет отправиться сюда в дорогу зимой. Но, тем не менее, находятся граждане, которые с риском для жизни, несмотря на предупреждения спасателей, отправляются в эту опасную дорогу. Кайрат Бекижанов, как и многие другие жители поселка, не раз выезжал на своем вездеходе ГАЗ-66 на спасение путников из снежных заносов. Специально оборудованный автомобиль позволяет эвакуировать более десятка человек. Но если и он застрянет, хотя такого и не случалось, в нем имеется автономная печь, которая не даст замерзнуть даже в суровый мороз. Этот автомобиль был списан. Своими силами отремонтировал его и адаптировал под наши условия. У него очень хорошая проходимость. И пока не появилась пожарная часть, моя машина была чуть ли не единственной надеждой для спасения людей из снежных заносов. Никогда никому не отказывал. И по первому зову выезжал в путь. Никогда не думал, что мой чисто человеческий долг оценят так высоко и наградят медаль Юрли Геушин от имени президента страны. Эту высокую награду Кайрат Бекижанов получил 5 декабря прошлого года в столице. Теперь медаль Юрли Геушин заняла достойное место на парадном мундире таможенного офицера. С появлением пожарной части номер 20, которая была открыта в 2012 году, добровольным формированием стало полегче. Местных пожарных снабдили техникой высокой проходимости, в числе которых Ишнекаротор, который расчищает дорогу от снега. Если брать 2012 год со дня открытия нашей пожарной части, за зимний период этих четырех месяцев было вызвано из снежных заносов порядка 45 человек. В аварийно-спасательных работ было проведено 22 выезда. Наш личный состав был задействован в поисково-спасательных работах вертолета «Симсер». За аналогичный период 2013-2014 годов было уже в аварийно-спасательных работ было выездов 62 выезда, при которых были спасены люди 86 человек. Ежеминутно в полной боевой готовности находится 18 человек, которые готовы в любой момент вступить в сфатку как с огненной, так и со снежной стихией. В таком напряженном режиме пожарные будут до марта месяца, когда горы и дороги освободятся от снега. Антон Хатиновский, Сихат Хасен, телеканал ЖТСУ, Алакольский район. Далее вас ждет обзор международных новостей. В Швеции не прекращаются сильнейшие снегопады. На северо-востоке страны уровень выпавших осадков побил рекорд полувековой давности. В городе Лулеу глубина снежного покрова за сутки увеличилась в два раза – до 113 сантиметров. Непогода привела к перебоям в работе железнодорожного транспорта и аэропортов, а также стала причиной многочисленных дорожных происшествий. Снегопады добрались и до Южной Европы. В Испании температура воздуха в некоторых регионах опустилась до минус 10 градусов по шкале Цельсия, что для здешних мест дело небывалое. В Барселоне синоптики обещают 2 сантиметра снега, а на Балиарских островах, что в Средиземном море, снег уже идет. Некоторые автодороги из-за непривычных метеоусловий оказались блокированы и движение на них перекрыто. Власти обратились к населению с предупреждением о чрезвычайной метеоситуации для всего полуострова. Исключение сделано только для Канарских островов. В Аргентине тысячи демонстрантов вышли на улицы Буэнос-Айреса с требованием пролить свет на загадочную смерть прокурора Альберта Нисмана, найденного в середине января в своей квартире с пулей в голове. За несколько дней до гибели он обвинил президента Аргентины и министра иностранных дел в том, что они препятствовали расследованию взрыва еврейского культурного центра в Буэнос-Айресе в 1994 году, унесшего жизни 85 человек. После гибели прокурора в его квартире был обнаружен черновик. Это видеокадры тренировки будущих боевиков группировки «Исламское государство». Их учат убивать и готовить теракты, учат быть беспощадными. Джихадисты готовят себе смену. Положение несовершеннолетних на подконтрольных исламистам территориях было представлено в докладе по Ираку, который рассмотрен комитетом ООН по правам беженцев и детей. Джихадисты всерьез занялись формированием мышления. В сирийском городе Раке, который группировка «Исламское государство» объявила своей столицей, демонстрация казни на гигантских экранах прямо на улицах стала обычным явлением. Сейчас здесь крутят видеоролик с кадрами сожжения иорданского пилота. На вопрос о том, какое впечатление на него произвело видео, этот мальчик говорит, что просто счастлив. Продолжаем выпуск. За 2014 год органами прокуратуры в сфере образования было выявлено 10 фактов правонарушения. Ущерб, нанесенный интересам государства, составил порядка 1 миллиарда тенге. О мерах предотвращения коррупции в учебных заведениях говорилось сегодня за круглым столом представителями прокуратуры. Больше всего нарушений оказалось в государственных закупках, строительстве и ремонте зданий. Директоров школ, в которых были выявлены такого рода нарушения, освободили от занимаемых должностей. Представители компетентных органов проверили разъяснительную работу по предотвращению коррупционных действий. Также руководитель отдела знаний управления образования заверил, что не станет закрывать на это глаза и проведет определенные мероприятия среди сотрудников. Особое внимание будет уделено искоренению поборов в школах и детских садах. За истекший период 2014 года у органов прокуратуры в сфере образования были выявлены многочисленные факты нарушения законности. По всем принятым мерам актов прокурорского реагирования, виновные лица привлечены как к уголовным, так и к дисциплинарным видам ответственности, в том числе и к административным ответственности. Возросло число обращений граждан в контролирующие органы только в департамент комитета. Контроля по медицинской и фармацевтической деятельности за год поступило от жителей Алматинской области более 140 жалов. Это по сравнению с 2013 годом больше на 22%. Основная часть обращений относится к категории обоснованных. По структуре на первом месте некачественное оказание медицинской помощи, на втором необоснованная выдача больничных листов и третье нарушение медработниками этических норм. В основном это происходит из-за дефицита кадров, утверждает в департаменте. Нехватка специалистов вынуждает врачей принимать пациентов двух участков сразу. Для решения кадрового дефицита нужны порядка 2000 врачей, поскольку пока жалобы имеют место с сотрудниками департамента. Они рассматриваются с участием независимых экспертов и консультантов. На эти цели из республиканского бюджета были выделены 9,5 миллионов тенге. Наш телефон доверия 24 56 26. Население может обратиться к нам. Естественно, после того, как поступают жалобы, мы выезжаем туда, составляем акты. В некоторых случаях мы свои акты передаем в правоохранительные органы и в управление здравоохранением. А также мы их наказываем административными штрафами. Вот в этом году у нас было наложено 72 административных штрафа. Это 4,5 миллиона тенге было наложено наших медицинских работников. Количество налогоплательщиков областного центра увеличилось, однако дисциплинированных больше не стало. По итогам прошлого года в суд были переданы дела более 800 плательщиков налога на имущество. Часть задолженностей на сегодняшний день уже возвращена государству. Какую сумму еще должны жители Талдукургана и какие меры будут предприниматься злостным неплательщикам, узнавала наша съемочная группа. Сегодня заплатить налог на имущество практически пятиминутное дело. По выписанному уведомлению это можно сделать в любой кассе города. Главное, своевременно. Лучше своевременно заплатить этот налог, согласно вот этого уведомления, которое приходит по каждому адресу. До 1 октября его оплатить, имущество и землю. Иначе потом пеня будет, штраф и пеня. Вот получила уведомление, пришла оплатить налог на имущество. У меня задолженность. Долго не шла. Думала, большие очереди. Оказалось, все проще. Взяла талончик и быстро оплатила. В следующий раз буду платить вовремя. С прошлого года налог на жилище, дачную постройку или иное сооружение на территории Талдыкургана вырос, поскольку в два раза была увеличена базовая стоимость одного квадратного метра. Соответственно, платить позже стало ещё более невыгодно. На большую сумму и процент пени выше. Однако, как показывает статистика, не все налогоплательщики являются дисциплинированными. На 1 октября 2014 года более 18 тысяч оказались должны государству свыше 27,5 миллионов тенге. К Новому году количество неплательщиков уменьшилось до 7 тысяч человек. К самым злостным были предприняты жёсткие меры. Их дела переданы в суд. На сегодняшний день у нас передано материалов по 3071 налогоплательщику на сумму 5 миллионов 682 тысячи тенге. Из них по решению суда у нас на сегодняшний день взыскано по 351 налогоплательщику на сумму 626 тысяч тенге. У нас установлен автодозвон, который еженедельно мы обновляем в списке. И если налогоплательщик не оплатил, он ежедневно звонит, напоминает, что вот у вас имеется задолженность. Сегодня в областном центре платильщиков налога на имущество 37,5 тысяч человек. При этом хотелось бы отметить, что их число ежегодно растёт. В этом году увеличилось количество объектов недвижимости в связи с тем, что у нас производится легализация недвижимости. В прошлом году составило количество объектов 46 тысяч 864, а в этом году стало 47 тысяч 604 объектов недвижимости. Эти списки будут переданы в Управление госдоходов в ближайшие 10 дней. А вот будут ли своевременно оплачены налоги на имущество? На сегодня же в Талдыкургане задолженность физических лиц в бюджет ещё около 5 миллионов тенге. Потому тех, кто не раскошелится даже по решению суда, ждёт арест имущества. Надежда Белова, Абзал Нусипов, телеканал ЖТСУ. Какие проверки начались после завершения моратория и как будет работать бизнес теперь? Эти и другие не менее важные вопросы обсудили сегодня на брифинге представителей областной прокуратуры и Национальной палаты предпринимателей. С 1 января 2015 года проверкам будут подвергаться только те предприниматели, у которых действительно высокая вероятность нарушений законодательства. Если предприниматель выполняет все требования закона, проверяющие органы не должны приходить к нему вообще, отметил глава государства в своём выступлении. По словам выступивших, прежде всего отменена практика плановых проверок. В настоящее время, по данным нацпалаты, никаких ревизий проводиться не будет, просто введён особый порядок контроля. Специалисты утверждают, кардинальный пересмотр формата проведения проверок позволит сократить количество требований предпринимателям более чем на 30%. В качестве альтернативы проверкам планируется законодательно закрепить добровольные страхования перед третьими лицами. С 1 января 2015 года отменены все плановые проверки государственных контролирующих органов. Это тоже большая помощь для субъектов бизнеса. В период моратория надо отметить, что нами с палатой предпринимателей проделывалась большая работа. Была создана совместная у нас мобильная группа. Именно только мобильными группами отменили 15 таких незаконных проверок. Кроме того, мы отменили более 115 необоснованно запланированных проверок государственных органов. Сборная команда Казахстана по греко-римской борьбе проводит учебно-тренировочные сборы в Текиле. Борцы совершенствуют свою физическую и технико-тактическую подготовку в преддверии официального чемпионата республики. Победное выступление на нем откроет спортсменам дорогу на лицензионный чемпионат мира. Все подробности у Лилии Штогриной. Борцы подтягивают общую физическую подготовку, совершенствуют технико-тактические приемы и методы борьбы в стойке и в партере. Тренировки двухразовые, утром кросс и работа на тренажерах, вечером занятия на ковре. Тренировочные и контрольные поединки призваны выявить окончательный состав команды, которая будет участвовать в республиканских стартах. Готовимся мы на чемпионат Спартакада и чемпионат Казахстана у нас будет проходить. 19-22 по Гарико-Римске, 16-22 по Гарико-Римске, 16-22 по Гарико-Римске, в Орни-Женской борьбе. Ну здесь, там будет зачет команды, какие области, какие уровни сейчас борьбы будут определяться. И кто первое там место занимали, они поедут на чемпионат Мир лицензионный. В составе сборной отрабатывает свои технические знания в Гарико-Римской борьбе действующий чемпион Азии весовой категории 66 килограммов Нуртай Нургалиев. Благодаря своим прошлогодним победам на республиканском и континентальном уровне, наш земляк является главной надеждой на победное выступление и в предстоящих стартах. Прошлый год для меня был очень удачным. Я завоевал много побед на различных турнирах. В этом году моя главная цель – успешно пройти все лицензионные чемпионаты и завоевать путевку на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. С прицелом на Олимпиаду проводят все свои сборы и наши именитые Нурмаханты Налиев, Марлан Асимбеков и Демеу Жадыраев. Они являются главными претендентами на участие в первенстве республики, победы на котором даст путевку и на первый лицензионный чемпионат мира. Лилия Штогрин, Нуржан Муканов, телеканал ЖТСУ. В Талдыкургане стартовала седьмая зимняя спартакиада школьников и учащихся колледжей. Отборочные туры по 12 видам спорта пройдут в течение двух месяцев не только в областном центре, но и в трех районах нашего края. Они охватят десятки сотен юношей и девушек школьного возраста. Сильнейшие примут участие в финале республиканской спартакиады школьников. Турнир по мини-футболу – один из 12 видов состязаний, которые проходят в Талдыкургане в рамках областной школьной спартакиады. В нем принимают участие девять команд. В числе фаворитов – девушки из Коксусского района, двукратные чемпионки области. Хорошая физическая подготовка и слаженная игра позволили им и на этот раз показать себя с лучшей стороны. Основную конкуренцию команде Коксусского района составили представители Жамбенского, Панфиловского районов и города Талдыкурган. Девушки, объединенные с жаждой борьбы, играли с большим азартом. Главный секрет успеха в любом матче – это основательная подготовка на тренировках, а также уважение и взаимопонимание между игроками одной команды во время самого выступления. Футбол – это не только мужской, но и женский спорт. Мы сами играем, у нас это очень хорошо получается. Я сама спортсменка и я занимаюсь регби. И эти виды спорта очень похожи между собой. Только здесь играем в большинство степени ногами. Вообще, я советую всем заниматься, это очень классно. И повышается иммунитет и тонус в организме всегда классно. Спортивный дух – это очень классно. Нужно отметить, что в областном первенстве принимают участие победители и призеры районных и городских этапов спартакиады. Школьники, учащиеся в колледже, будут демонстрировать свое мастерство также в гонках на лыжах, шорт-треке, хоккей с мячом, хоккей с шайбой, в лыжном ориентировании и в зимнем президентском многоборье. Организаторы уверены, что такие спортивные мероприятия – лучшая реклама здорового образа жизни. Спартакиада среди школьников и учащихся в колледже проводится с той целью, чтобы подготовить команду на большие мировые соревнования универсиаду. Вот эти вот игры, они будущие студенты. После окончания школы они будут учиться в высших учебных заведениях и будут представлять нашу республику на зимних универсиадах. Нужно отметить, что в областном первенстве принимают участие победители и призеры районных и городских этапов спартакиады. Школьники, учащиеся в колледже, будут демонстрировать свое мастерство также в гонках на лыжах, шорт-треке, хоккей с мячом, хоккей с шайбой, в лыжном ориентировании и в зимнем президентском многоборье. Организаторы уверены, что такие спортивные мероприятия – лучшая реклама здорового образа жизни. Такой была подборка новостей к этому часу. За развитием событий следите на телеканале ЖТСО. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok